Всех приветствую! В этом видео расскажу о своей проблеме с колбасящимся двигателем на холодную. В общем, обороты плавали, когда двигатель прогревается, все идеально. Никаких ошибок по блоку нет. Как это я заметил? Обычно я двигатель практически не прогреваю, жду, когда обороты спадут с прогревочных 1100-1200 до 9000 и еду медленно по дворам, не газуя, и двигатель в это время прогревается. Поэтому я не замечал этой проблемы. Когда я заметил, это я долго ждал семью, машина прогревалась, и когда обороты опустились до 800, они начали скакать 800-700, вот так вот, короче. Первым делом я сразу ELM327 подключил, потому что у меня ноутбука с собой в машине нет, чтобы вакуум подключать. И там через программку посмотрел топливную коррекцию. Краткосорочная коррекция у меня была плюс 25. Кто в теме поймет, что это, мягко говоря, очень плохо. В общем, плюс 25 это значит очень большая утечка воздуха, то есть сосет воздух где-то во впуске. Первым делом сразу же идеально искать, если такая же проблема есть, идеальнее всего поехать в сервис с парогенератором, дымогенератором, запускать дым во впуск и смотреть, где этот дым пойдет. В моем случае я решил быстрее поступить, купил вот такой вот быстрый старт, не знаю, артикул 19272N. В общем, такой вот 250 мл мне хватило на поиск. Можно использовать все, что угодно, все, что в аэрозоле и горит. То есть это очиститель тормозов, очиститель карбюратора, в общем, вот такие вот горючие обезжиривающие средства. Пойдут любые. И начал прыскать во впуск. Самое главное в этом процессе это дождаться, когда появится краткосрочная коррекция. Она появляется не сразу же, только после того, как прогреются катализаторы. У меня сейчас минус 16 на улице, катализаторы грелись где-то 8 минут. По графику в начале, когда катализаторы не прогреты, краткосрочная коррекция будет 0%. В ВСДС, если смотреть это англоязычным, это нужно искать Short Term Adaptation Mixture, по-моему, вот так вот. Долгосрочная коррекция, она подстраивается уже после того, как ЭБУ видит краткосрочную коррекцию. И если краткосрочная коррекция там уходит либо далеко в минус, или далеко в плюс, в минус богатая смесь, в плюс бедная смесь, долгосрочная коррекция эту дельту убирает. И, в общем, в итоге, когда двигатель прогрет, и краткосрочная коррекция должна быть около нуля. То есть она может плясать от минус 2 до плюс 2, вот так вот. В общем, в таком диапазоне она может работать. И весь вот этот вот компенсированный, то есть, если, допустим, в двигателе есть утечка воздуха, она компенсируется долгосрочной коррекцией. В моем случае, так как утечка, видимо, была не очень большая, у меня долгосрочная коррекция была даже в минусе, там, минус 2, что-то в этом роде. Это из-за того, что машина, грубо говоря, ездила, и при нагрузке на двигатель эта утечка была несущественная. Поэтому не особо влияла на работу двигателя, и ЭБУ никак не регистрировала ошибки. В общем, значит, где-то прошло у меня 8 минут после старта, и тогда появилась краткосрочная коррекция. После того, как я нашел источник, где подсасывает воздух, у меня сейчас после запуска краткосрочной коррекции сразу стало минус 2. Потом она компенсировалась. Также краткосрочная коррекция может еще зависеть от вентилятора. То есть, если, допустим, отключить вентилятор фары, краткосрочная коррекция, вот у меня было минус там, что-то, минус... Ну, не помню, я видео вставлю. И она сразу в два раза уменьшилась. Это, в принципе, нормально. И когда двигатель прогревается холодный, он будет все равно богатить смесь. То есть, это, в принципе, тоже нормально. Нормально считается от минус 10 до плюс 10, в принципе. Но если уже минус 5 и более, то стоит задуматься. Или плюс 5. По факту, я смотрел обучающие видеоролики еще не так давно. По поводу коррекции. Современные двигатели держат коррекцию немножко в минусе. Немножко богатой. Это связано с физико-химическими процессами в катализаторе. Там как эти разные типы ядовитых газов как-то там нейтрализуются. В общем, смесь должна быть немножко богатой. Это нормально. То есть, минус 2, это идеально, я считаю, если будет держаться. Вот. Как-то так. Далее в видео покажу, как я искал и какие еще популярные места, где может быть подсос воздуха. На двигателе 1820 TFSI этих мест прям завалить. Очень много всего. Куча прокладок. В общем, искать можно очень долго. На своем примере скажу, как я искал место подсоса воздуха. Купил быстрый запуск и пшикал в разные места соединения. Значит, обнаружил, что вот здесь вот находится подсос воздуха, вот так вот пшикаешь и видно по коррекции, что уходит минус. А потом еще увидел, что в конечном итоге все равно смесь в плюсе. И я попшикал вот сюда, вот на вот этот вот соединительный штуцер. Вот здесь вот. И он тоже оказался глубоко в минусе. Ну вот как-то так. Здесь, понятно, прокладку можно поменять, а здесь сейчас надо посмотреть, что там можно сделать. После остановки двигателей видно, что на этом уплотнителе белый налет. Вот это как раз от быстрого запуска. Потому что когда я снимал этот датчик, там тоже такой же был белый налет. Соответственно, нужно как-то вот эту проблему с утечкой решить. Колечко тут такое, дохлое вообще. Оно, похоже, не держит. Интересно, куда эта трубка ведет? Идет вот до сюда. А потом вот сюда. Посмотреть по каталогу, может, ее стоит поменять. Нашел у себя из остатков, еще помню, менял вот эту трубку. Там была похожая резинка. И здесь две прорези. Такое ощущение, что когда я ее менял, одна из резинок порвалась. В общем, из того неисправного, вот этого вот, у меня видео было про вот замену этого клапана. Теперь я сейчас попробую засунуть сюда, если зайдет, то все будет четко. Теперь о том, в каких местах еще советовал бы сразу искать утечку воздуха. При замене цепи ГРМ вот эта прокладка может стать не очень ровной. И у меня уже тут микротрещины есть. И она такая неровная. Возможно, что у меня эта прокладка также пропускает. Хотя, когда я на нее брызгал, ничего из коррекции не менялось. И если она пропускает, там будут масляные следы. Значит, что еще? Прокладка, точнее, уплотнение щупа. Также уплотнее, может быть, трубки снизу. Тоже при замене цепи ГРМ, если неровно ее туда вставили. Также сальник коленвала передний, сальник коленвала задний. С ним вообще будет проблемой, чтобы его проверить также. Вот, значит, ну, как обычно, как я уже показывал, датчик температуры, прокладка, дроссельные заслонки. Потом здесь, наверное, тоже может быть. Ну, по сути, в двигателе везде, где угодно может быть. Маслоотделитель. Тоже постоянная проблема у многих. Потом еще вот здесь вот есть вот этот вот штуцер. Пытаюсь показывать. Вот это вакуумный насос. И вот этот вот штуцер тоже у многих... Ну, как у многих. Я встречал пару раз о том, что там уплотнительное кольцо, оно подбирается, оригинальной замены нет. Что же еще такого тут может быть? А, да, еще популярная тема на возрастных машинах. Вот здесь вот управление геометрией впускного коллектора. И там находится, где-то там, вот это, по-моему, да. Вот здесь вот в этом узле есть втулка, и она изнашивается и болтается. Соответственно, если коллектор гремит, то, скорее всего, через разбитую втулку тоже будет попадать воздух. Значит, при замене форсунок можно не поменять вот эту прокладку впускного коллектора. Она тоже может пропускать. Утечка воздуха также еще может быть через клапан вентиляции топливного бака. Так, сейчас еще что тут можно напридумывать. Ну, через этот датчик она вряд ли. Его мало кто снимает. Ну, в принципе, наверное, вот если сверху смотреть, то, наверное, и все. Ну, если, конечно, вот где-нибудь вот эта трубка тоже порванная, порезанная, может быть. Вот, но самое проблемное, если, конечно же, это задний сальник. Это попадос, конечно, жесткий. Ну, вот, в принципе, и все. Такой вот мини-видеоролик. Надеюсь, это видео было кому-то полезным. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока!